Длинное слово не буду вступительное делать. Просто поздоровай. Здравствуйте все присутствующие. Рад вас всех видеть. У нас в гостях Александр Томинут из Камчатки. У него огромный опыт по созданию групп быстрого реагирования. По крайней мере, по сравнению с нами это точно опыт огромный. Хотелось бы послушать его доклад, его советы, ну и просто даже пообщаться с хорошим человеком. Александр, прошу вас. Всем доброго дня. Ну, начну, наверное, коротко с небольшой истории, что действительно опыт большой. Первую свою правозащитную деятельность я начал делать еще, будучи курсантом военного училища Ростовского. И первая моя статья вышла в 99-м году в Аргументных фактах. Писал ее анонимно, хотя знали мои одногруппники, что это я пишу, естественно. Мы просто сидели вместе на самоподготовке писали. И когда меня некоторые, знаете, начинают сравнивать с Камчатским Навальным, я говорю, не надо меня с Навальным сравнивать. У меня есть определенный свой опыт, и некоторую свою деятельность я начал вести еще задолго до Навального. Именно антикоррупционную правозащитную в 90-е годы, когда был действительно курсантом военно-училища. И потом в ходе службы в армии неоднократно приходилось помогать людям, офицерам, сослуживцам. И, в общем-то, выступать тоже против коррупции, против коррупции командиров, начальников, против там краж, хищений и всего остального. И люди приходили ко мне, мои даже однокурсники, которые и с других факультетов мои, как бы однокурсники с моего военного училища, обращались за помощью. И всегда я понимал одну простую вещь, что люди у нас, конечно, боятся всего. В основном, основная причина нашего уровня жизни, в котором мы сейчас живем, в нашей Российской Федерации, это, конечно, страх. Люди боятся за свою работу, за службу, боятся, что их там убьют, либо накажут, либо выгонят с работы, и они боятся говорить. Если бы у нас действительно было развито гражданское общество, и если бы люди действительно не боялись выступать против тех проблем и против тех беспределов, которые творят зачастую чиновники, на всех уровнях, в общем-то, и федеральных, и муниципальных, и региональных уровнях, я думаю, немножко, конечно, мы, возможно, по-другому жили. Но после армии некоторое время занимался общественной деятельностью активно, в том числе пропагандой трезвости, здорового образа жизни на Камчатке. И постепенно упираясь в тот факт, что денег в государстве, как у дурака Махорки, что денег много выделяется, но чиновники их тратят не на то, на что нужно, разворот. У меня, опять, скажем так, начало затягивать в антикоррупционную деятельность и в политику в некоторой степени. В 2016 году меня пригласил Пучковский такой, здесь Михаил Леонидович был депутат в Камчатском крае «Справедливая Россия». Пригласил свою партию, по его приглашению я вступил в региональное отделение «Справедливая Россия» и начал свою политическую опять деятельность. Когда я начал свою политическую деятельность, на меня обрушили всех собак, то есть я реально столкнулся с гонениями. Когда на работу звонят, когда директору, допустим, кооперативного техникума, российского университета кооперации, где я работал, говорят о том, что надо его уволить всеми способами возможными. Когда председателю федерации рукопашного боя звонят и говорят, что нужно его убрать с федерации. И это все пришлось пройти в 2016-2017 году. Но, тем не менее, я решил остаться в этой общественно-политической деятельности. И со «Справедливой России», правда, меня исключили уже в 19-м или, по-моему, в 20-м году, когда у нас было голосование за Конституцию, за Новую, где моя позиция была достаточно четкая. Я никогда не поддерживал ни Путина, в отличие от того же Миронова, который говорил, что то он против Путина, то он за Путина теперь стал. То есть у меня позиция – это с начала 2000-х годов, с момента понимания того, что произошло в Рязани, там, про рязанский сахар с момента Курска. У меня, допустим, позиция однозначная по нынешнему, так сказать, президенту. Вот. И, в общем, меня исключили «Справедливая Россия», чему я абсолютно нисколько не огорчился. По жизни мне вообще всегда были близки именно социалистические взгляды. И, скажем так, я, возможно, вступил бы в КПРФ здесь, на Камчатке, если бы у нас были здесь достойные люди в КПРФ. Но на тот момент у нас возглавлял КПРФ региональный тоже человек, очень, ну, скажем так, негативный жулик, по сути, пьяница. И, естественно, с такими людьми работать мне никогда не хотелось и до сих пор не хочется. Поэтому на тот момент меня именно занесло в «Справедливую Россию» в 2016 году. Так вот, с того момента, вот где-то 2016-2017 года, начал активно организовать митинги, различные акции общественные по разным вопросам на Камчатке. И по нищете пенсионеров, и по тому, куда идет вся прибыль от рыбы, от икры, от продажи рыбы икры Камчатской. И по туризму, который все пытаются развить, никак не разовьют на Камчатке. И по многим другим проблемам, в том числе и по алкоголизации населения, когда выделяется огромное количество денег на борьбу с этим. А на самом деле все это, скажем так, попадает в руки чиновников. И наоборот, алкоголизация населения еще больше усиливается. Ну и вот не раз подверглась преследованием со стороны полиции. Центр АЭФ, в частности, попадал спецприемник, попадал так называемый обезьянник. Были разные нюансы. И вот где-то в 2018 году мы уже поняли с несколькими еще общественниками, что надо как-то друг другу более грамотно помогать, как-то более грамотно организовать наше взаимодействие. И создали группу, такую группу быстрого реагирования, я не помню, как это изначально называлось, называлась, по-моему, «Тревога» или что-то такое, где было порядка 10 или 15 общественников, несколько общественников, точнее было, и там несколько людей, нас поддерживающих. Там, допустим, несколько человек таксистов, там кто-то еще, там кто-то там с медицины, там тоже был. И договорились о том, что в случае, если на кого-то осуществляется нападение, либо кому-то пришли полицейские домой, допустим, ломятся в дверь, либо какая-то еще ситуация, естественно, человек быстро сообщает в группу, чтобы к нему остальные могли приехать на помощь, либо как минимум они будут в курсе того, что происходит. Потому что вы прекрасно понимаете, что позвонить, допустим, если вы звоните кому-то одному, то, соответственно, пока вы одному дозвонитесь, у не факт, что вы ему дозвонитесь, другие вы можете уже не успеть дозвониться. В этом плане гораздо оперативнее в группу скинуть информацию, хотя бы голосовое сообщение отправить, и, соответственно, люди уже оповещены, что у вас там что-то случилось. Постепенно эта группа начала расти, где-то вот с 2018 года, получается, до сегодняшнего момента порядка 130 человек уже, где-то 3,5 года прошло. Это 27 сентября у нас группа в 2018 году образовалась. Кто-то вышел, кто-то добавился, естественно, люди добавляются разные. Не могу вообще ни за кого поручиться. Просто изначально мы выбрали такой формат, нигде не регистрироваться для того, чтобы не было возможности какими-то вообще способами, фискальными органами на нас оказывать влияние. Более того, даже такой мысли не возникало, потому что это, по сути, неформальная группа. Что касается безопасности, это очень важный момент, который часто люди задают в своих вопросах. Как же там, вот вы не боитесь, там ФСБшники, ТМшники и прочее? Вот сразу на этот вопрос отвечу и проговорю, потому что он наиболее важный. Вот смотрите, любая группа в WhatsApp – это просто дружеская группа. Это не организация, это не какая-то там суперструктура, скажем так, ну, даже в лице там правоохранительных органов. Это группа, где люди общаются. Когда вы друг другу подаете сигнал о помощи, то вы не нарушаете основы конституционного строя Российской Федерации. То есть вы не попадаете под статью 282 или под какие-то другие статьи об экстремизме, о каком-то государственном измене или чем-то еще. То есть сообщение, допустим, что ребята, ко мне приехали полицейские, меня пытаются завинтить, допустим, у себя дома или по такому-то адресу, оно не является, скажем так, сообщением, содержащим признаки экстремизма. Поэтому я, естественно, людям всем всегда объясняю, что бояться нечего. То есть ваша задача – либо саму прийти на помощь своевременно, если, допустим, вас там крутят, вертят, сигнал отправить в группу, и люди, которые рядом находятся, проезжают где-то недалеко, они, соответственно, поворачиваются, едут к вам, если мимо ехали, и как минимум они могут вам помочь, постоять рядом, помочь в какой-то конфликтной ситуации, поддержать, либо снять на видео, если, допустим, вас закручивают конкретно вам руки и прочее, человек, может быть, подъехал, боится выйти из машины, боится вступиться, ну, хотя бы подъедь из машины, поснимай на видео, что происходит, чтобы потом была конкретная какая-то видеозапись с доказательствами того, что произошло. Либо просто потом понятым, допустим, в какой-то ситуации можно вызваться, если, ребят, вот я все видел, я готов быть свидетелем, готов понятым, или свидетелем быть в суде, например. Вот, поэтому в таком формате, в принципе, взаимодействие начало улучшаться качественно, и много ситуаций, которые у нас были на Камчатке впоследствии, уже после 2018, после 2019 года, в том же самом 2020 году, они проходили достаточно уже, скажем так, мягко, ну, относительно мягко, да, были, конечно, конфликты серьезные с полицией, были конфликты с приставами, но, тем не менее, нам удавалось их разрешить, разрешить, вплоть до того, что даже полицейские просто развращивались и уезжали. Допустим, они хотели кого-то человека закрутить, у нас была ситуация там на 9-м километре, когда мы провели пикет в 20-м году, в апреле, когда только началась эта вся вот ситуация с коронабисием, этот маразм, провели пикет, долой режим самоизоляции, и вот одного из наших, из членов, как говорится, нашей команды, нашей группы, решили задержать полицейские где-то там на километрах у нас, и скрутить его, наказать, ну, как бы показательно, как они это любят делать, чтобы другим неповадно было. И так получилось, что мы вдвоем еще с человеком сразу выехали к нему на помощь, подъехали, у него там стоял уже УАЗик, УАЗик, не УАЗик, точнее, частная машина, там были два человека с наркоконтроля, как правило, два опера, и один участковый высылается там на задержание кого-то, да. Мы туда приехали вдвоем, на нас еще приехало по УАЗику, УАЗик, допустим, там с двумя эшниками был, да, допустим, на меня с участковым, и УАЗик был с двумя с уголовного розыска, тоже операми, и с участковым там на моего товарища. Но так как мы сигнал группы уже подали, пока мы там с ними беседовали, начала еще одна машина, ну, начали люди подъезжать, одна машина подъехала, вторая, потом третья, и, в общем, полицейские начали тушеваться. Ну, естественно, и мы там на месте с ними общались, мы рассказывали им, что они не правы, что нету никаких законных оснований для задержания нашего, вот. Ну, это видео у меня было на канале, которое снесли сейчас в Ютубе, ну, где-то, возможно, оно у меня есть, возможно, я еще продублирую как-нибудь, потому что таких видео было много, возможно, в Телеграме все сохранилось, в Телеграм-канале. Ну, соответственно, по итогам этой ситуации приехал начальник полиции, он с Владивостока, кажется, недавно там в тот момент приехал там Андрей такой, Владимир Ильич Татаров, и подошел, говорит, Александр Борисович, что же вы делаете? Почему вы так вот себя ведете, типа, не, ну, типа, вообще, там, нарушаете все устои, там, взаимоотношения с полицией? Я говорю, вы понимаете, что вы действуете незаконно, и мы на своем стояли, будем стоять, и мы никуда сами не поедем, потому что вы нарушаете законодательство, и вообще нет никаких оснований нас задерживать. В общем, они развернулись и уехали. Ну, это вот один из случаев таких ярких. Были случаи, там, с ребятами-журналистами с Екатеринбурга, с Крик-ТВ, которые тоже прилетали сюда по делу как раз Шуманина, которого тогда держали незаконно в ковидном госпитале, потом повезли психиатрический диспансер там в Приморье, в Уссуриск. С ними тоже ситуация была, с ними, с эшниками там достаточно такая горячая. И всегда, в общем-то, присутствие людей, которые подъезжают на помощь, оно всегда помогает. Кроме того, наша схема, она включила в себя, безусловно, журналистскую деятельность. Почему? Потому что у Шуманина уже было на тот момент зарегистрировано информационное агентство Камчатский регион. Естественно, большинство участников нашей группы, на тот момент у нас было еще не очень много, в 2020 году, сделали себе журналистские удостоверения. Это тоже, честно, облегчает взаимодействие с властями. То есть, когда ты представляешься журналистам, когда ты показываешь им корочку журналиста и начинаешь вести видеозапись. Их это тоже, конечно, смущает, немножко отрезвляет. Они начинают себя более сдержанно вести. Вот. Постепенно, вот развиваясь в это направление, мы, в общем-то, защищали людей от приставов. То есть, какие-то сюжеты снимали также. Я все на канале их выкладывал. То есть, допустим, бывают, были такие моменты, когда у одной из девушек, она приехала с Украины с двумя детьми, достаточно молодая там женщина, и не могла покрывать расходы там за коммунальные услуги. У нее машина, она здесь зарабатывала с помощью машины, то ли супервайзера, может, не помню, кем там. Она, в общем, развозила продукцию какую-то. И приставы пришли, говорят, мы у тебя машину заберем. Хватило видео, хватило с этой девушкой, хватило того, что мы сказали, что мы будем защищать ее, не дадим забирать машину единственную матери, как бы с двумя детьми, и оставить ее в нищете. В принципе, ее тоже оставили в покое. И вот такие ситуации бывали неоднократно вот в нашей деятельности. И, в принципе, еще раз повторюсь, что здесь нету никакого криминала, и тем более нету никаких поводов для того, чтобы объявить нас экстремистами. То есть мы защищаем себя. Это право каждого человека, каждого гражданина, себя защищать. И в нашей структуре мы договорились изначально, что будем всех тех людей, которые призывают чему-то, ну, в такие возрасты бывали иногда, знаете, да, пора всех там на вилы, да, все такое там, да, все плохо, давайте там стрелять, вешать и все остальное. Нет, сразу таких людей мы из группы скучали и объясняли, что, ребят, успокойтесь, мы все понимаем, что в стране все плохо, мы все прекрасно все видим, но лозунги такого рода, какие-то высказывания оставьте при себе. Мы собрались здесь для того, чтобы друг другу помочь, вот конкретно в данной местности. Почему? Потому что лидеров много по стране, их там кто-то, может быть, и назначает, там кто-то меняет, там, неважно. Но эти лидеры к вам на помощь не придут. Ни платошки не придут к вам, если вас, допустим, закатают в асфальт, скажем так, на помощь в трудную ситуацию. Там ни Навальный никому не прилетит, допустим, на помощь сам сейчас находится в местах, как говорится, лишения свободы. Поэтому нам надо рассчитывать только на себя. Для этого нам необходимо объединиться, создать вот такие группы. Сейчас мы по районам начали делить эти группы, потому что людей все больше и люди понимают, что, конечно, в идеале надо, чтобы в каждом районе такая группа была и, соответственно, там развивать эти группы, чтобы люди могли приходить друг другу на помощь. Еще один важный момент, о котором обязательно нужно сказать, это запрет на споры, на споры в отношении религии, политики и национальности. У нас преимущественно, конечно, все русские, славяне в нашей группе сейчас, но мы договорились, у нас есть как бы не русские, тоже ребята, девчата. Мы, естественно, понимаем этот момент, что все нуждаются в защите и всем может потребоваться помощь. Поэтому национальные вопросы отметаем и политические споры тоже отметаем, потому что сами прекрасно понимаете, что в стране происходит. У нас только левых движений там, наверное, с десяток. Помимо КПРФ есть коммунисты России, помимо коммунистов есть левый фронт, помимо левого фронта есть социализм, за новый социализм, помимо там за новый социализм есть еще там ряд организаций тоже левых. И каждый считает, что он самый левый, самый правильный, самый красный, что у него Ленин и Сталин там самые, как говорится, лучшие и правильно они освещают их деятельность. И для того, чтобы не было этих конфликтов, это абсолютно ни к чему не приводит. Это не объединяет людей на местах, это продолжает их разделять. Для этого тоже запрет на политические споры. Мы обсуждаем какие-то моменты в группе общения. То есть параллельно с группой тревоги у нас есть группа общения. Какие-то моменты мы там проговариваем. Если человек реально начинает там провоцировать споры, скандалы, наскорбления переходят, окончика мы, естественно, тоже удаляем. Но конструктивно какие-то вопросы обсуждать можно и нужно. То есть мы говорим, допустим, что есть тема СССР. Я, допустим, тоже в эту тему погружен уже достаточно давно, с 2018 года. Прекрасно понимаю все, что происходит у нас в стране и по линии, допустим, законодательства Советского Союза и по линии РФки, скажем так, вот этого непонятных законов, никем не подписанных, без печати и всего остального. Все это прекрасно мы знаем, но тоже мы споры на эту тему отвергаем. Почему? Потому что есть люди, которые приходят вообще ничего не понимающие в этом. И когда начинаешь рассказывать что-то, ну, кто-то начинает из группы, да вот, вы что-нибудь не понимаете, там у нас же СССР, а люди говорят, да вы что, сейчас дуб ворохнули. Ну, сами понимаете, что конфликты на этой почве, они как бы возможны, но они никому не нужны. Поэтому мы сразу говорим, давайте это в другой обстановочке сядем, либо пройдем какую-то круглую сторону на эту тему, либо посмотрите вот эти видео, но спорить на эту тему не нужно, там, за СССР, против СССР. Давайте тоже мы это ставим в сторону. Плюс религиозные вопросы. Есть люди ведущие, есть люди там атеисты категорические, есть те, кто, допустим, поддерживает славянскую тематику, да, там, родноверие, неуязычество, язычество, есть те, кто христиане там убеждены, есть православные христиане, есть неправославные христиане. Тоже изначально всем объясняем, что давайте не спорить, не ругаться. Есть мусульмане, кстати, да, те же самые, у них там тоже своих там течений хватает. Вот, поэтому все эти вопросы мы сразу поговорили, что, ребят, нас искусственно разделяют уже давно, нас всех давно уже атомизировали, нас всех давно уже, превратили вот в таких эгоистов, которые сам за себя в одиночек, которые боятся даже где-то там что-то выступить, сказать, как бы там на работе, либо там, я уж не говорю, там на площадь выйти, против беспредела там того же самого чиновничего. И для того, чтобы вот эти все вопросы преодолеть, разделение преодолеть, необходимо на какие-то вещи просто закрыть глаза. И часто такой пример привожу, и я думаю, что в ближайшем видео тоже я про это скажу, когда недавно у нас в одном из городов там девочку тащили, пятилетнюю, да, по улице, она кричала, в итоге ее там изнасиловали, убили, да, педофила два. Люди не помогли. Люди действительно, они зачастую даже боятся просто, ну, поднять тревогу, допустим, что вот человека там тащат, какие-то там мужики, да, там кричат. Ну, может быть, действительно думают, что это может быть папа, потому что действительно бывает, что дети так себя ведут со своими родителями, там шумно. Но я всегда о чем говорю? Вот смотрите, девочку, допустим, потащили, за нее нужно было вступиться. Ведь по большому счету все равно девочка эта относится к какой там религии, к какой вере, там и семье на коммунистов, либо и семье на верующих людей. Мы же не будем рассуждать таким образом, что она там и семьи верующих, ну, пусть ей Бог помогает. Это конкретно уже будет тогда дно, скажем так, если мы так будем рассуждать. То есть у любого нормального человека есть желание помочь своему ближнему. Оно искренне у любого нормального человека просыпается, когда он видит другого человека в беде. Самые последние негодяи, там только, знаете, ногой топчут и помогают человеку, допустим, упасть еще ниже. Поэтому вот надо все эти споры на тематики политически-религиозные и национальные пока отложить вообще на долго. Для того, чтобы мы смогли действительно на местах объединиться и действительно создать такие структуры, которые могли бы друг другу помогать без всяких споров о мнениях, просто есть проблемочка, приехали, помогли, есть трудность, приехали, рядом постояли. Просто, может быть, даже где-то в чем-то. В последней ситуации у нас даже опять с масками начали пытаться закручивать гайки здесь на Камчатке, где-то попроще, где-то у нас уже тоже попроще даже на Камчатке в отдельных магазинах. Но отдельные предприниматели пытаются еще там строить покупателей, заставлять одевать их на мордники. Естественно, тоже у нас ситуации такие вот на прошлой неделе возникали неоднократно. Одну из последних я выложил буквально тоже недавно себя в социальных сетях. То есть люди собрались быстренько, буквально в течение минут 15 8 человек подъехало к женщине, которая там отказывалась обсудить одному мордника. Естественно, она сразу уверена в себе, она написала там заявление, вызвала участкового, естественно, там. То есть, ну, поддержали ее, ей приятно, что люди рядом подъехали, постояли, побыли, там на видео все засняли, будут свидетелями в случае чего, там, если делать где-то до суда, потому что ей деньги не возвращали, ее же деньги не возвращали, потому что она маску отказалась отдавать. Вот. Ну и я думаю, что такая структура на сегодняшний момент, такие группы, они наиболее наиболее оптимальные, действительно. Почему? Потому что все остальное, что под каким-то флагом, не важно, там, под красным, под белокрасным, либо под имперским, либо под монархическим, а вы тоже видите, что даже на уровне там всенародного ВНС, там, Всероссийского народного собора, сейчас собрания, идут обсуждения, и люди самые разные там собрались, у кого-то там царь-батюшка в голове, у кого-то СССР, у кого-то там вообще анархия, да, скажем так, должна быть там мать порядка. И споры на эту тему, они как бы ни к чему не приведут, а объединившись на местах, я думаю, что мы и быстрее общий язык найдем на местах, и быстрее затем, как бы какие-то решения сможем и на всю страну сформулировать и принять потом в перспективе, чтобы это было всем понятно, всем приемлемо. Потому что у меня, допустим, много предпринимателей и знакомых тоже, кто-то из них вполне, не то, что даже вполне, кто-то честно сколотил свое состояние, да, там, начиная там с каких-то небольших там купи-продай, там, потом поставки там какой-то банальной там электрики, потом поставка там каких-нибудь там плиток, потом стал, допустим, представителем какой-нибудь там заграничной организации, заработали хорошие деньги, и, конечно, у них сейчас вопрос, да, там, вроде как бы СССР неплохо, но сейчас что такое СССР, допустим, будет опять все забрать и поделить, естественно, людей это как бы не совсем устраивает, и если мы какую-то модель в дальнейшем будем проговаривать, что нам нужно построить в нашей стране, к чему мы будем стремиться, и если мы будем, допустим, СССР возрождать, то в каком формате, допустим, будем ли мы предприниматели кошмарить, либо наоборот, оставим возможность во времена НЭПа заниматься предпринимательской деятельностью, развиваться и делать что-то полезное для общества на своем уровне. То есть эти моменты тоже должны обсуждаться в перспективе, но пока мы до этого не дошли во всероссийском масштабе, то есть пока это не анонсируется, как бы где-то не проходит, но проходит, допустим, в НС, но достаточно пока еще в таком формате не очень известном всем людям, скажем так, по стране, по нашей. Вот пока этого не произошло, самый оптимальный способ объединения это вот именно такой. И это касается и помощи там элементарно какой-то девушки, которая там ломится ночью, либо на которую там напали на улице, там какому-то юношу даже элементарно, который там шел на него какие-то там напали, а вот, допустим, ребята, ему тоже нужно помочь, допустим, рядом проезжая, можно не остаться и нужно не оставаться в стране, там выйти, зная тем более, что есть группа, сразу туда сообщить, сразу, допустим, видео, сразу подошел, успокоил там нападающих и прочее. То есть это все возможно, это все происходит уже у нас, делается периодически и более того, это вносит определенный порядок в нашу жизнь. Я даже думаю, что если это будет дальше разрастаться, это все действительно может привести к созданию потом на базе тех групп, там, ну, какой-то там народной милиции, там, народных дружин и порядка будет гораздо больше в перспективе. То есть люди будут понимать, что да, нам остается только самим себя защищать, на полицию надежды мало, полицейских регулярно избивают, там, то в Москве, то где-то еще там под Москвой, не только в Москве их бьют прям один за другим, только сюжеты успеваешь пролистывать, только недавно в метро московском избили там таджики, ну, не то, что там избили, но хорошо надавали тоже полицейским. Вот, поэтому на полицию надежды особо нету никакой, мы тоже это все прекрасно понимаем и люди тоже это все больше понимают и, соответственно, вот с таким мотивом нужно людям это все объяснять и говорить, ребят, давайте начинать помогать друг другу. Если в нашей стране все пойдет мирным путем, о чем мы тоже говорим регулярно, то есть не будет никаких там войны там или чего-то еще, то из этих групп вполне возможно выйдут определенные какие-то народные там лидеры, которые будут проявлять организаторские способности, то есть проявлять свои качества, самые лучшие там отзывчивость, там, своевременный приход на помощь, там, сострадание к людям, то есть такие люди должны как бы в перспективе там потом в депутаты идти или куда-то еще. Если у нас мирного пути уже не будет в нашей стране, если у нас будет что-то типа как в Казахстане возможно, либо что-то может по-другому как-то пойдет ситуация, мы же не знаем, я как бы этого не хочу, но я тоже понимаю, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к лучшему. Если у нас пойдет так, то мы должны быть готовы к этой ситуации, то есть мы должны понимать, что допустим у нас там в каждом районе там есть пункт сбора, вот буквально недавно мы 32 рации заказали, людям раздали тоже, будем проводить учения, скажем так, ну по взаимодействию по рациям, потому что вдруг сфотовую связь отключат, где кто будет находиться, где куда бежать, где как бы встречаться с кем и прочее. Если, допустим, ну что-то будет происходить в таком формате, то вплоть до разведки действующих, там не действующих бомбоубежищ мы проводим сейчас потихонечку, какие-то здания заброшены, где можно допустим собраться в случае чего, где-то может какой-то хрон сделать даже на территории города, потому что я противник того, чтобы уходить из города, особенно у нас вообще в северных наших землях российских, где надо еще уметь выжить в лесу зимой, да, допустим. Тем более город это наиболее лучшая крепость, это наиболее лучшее место, где все-таки стоит остаться даже в случае каких-то серьезных ситуаций, конфликтов, там, боевых действий. Вот, поэтому мы эти все вещи тоже проговариваем, небольшие учения по стрельбам проводим, то есть есть у нас один коллега, который, офицер тоже запасов, который стрельби сейчас свое организовал, там, ну, потихонечку из воздушек, там, из луков, из арбалетов, у кого что есть, тоже тренируются люди стрелять, женщинам очень нравится ездить стрелять туда тоже из нашей группы, вот, потом по первой помощи медицинской, тоже небольшие проводим занятия, есть там доктор у нас достаточно тоже известный на Камчатке, который тоже начал бороться с коррупцией, в итоге его уволили, как это часто бывает, он занятия проводит такие, плюс даже есть возможность в МЧС, какие-то такие занятия пройти бесплатно, то есть, если группу создать необходимую, там, количеством 10 человек, поэтому все это, все эти занятия, они тоже способствуют слаженности группы, чтобы, знаете, люди не просто были как бы чужие, друг для друга, вот, в группах этих находились, чтобы люди действительно взаимодействовали, общались, узнавали друг друга, в ПТУ, скажем так, в каких-то действиях, смотрели друг на друга, и, соответственно, это позволяет укрепить взаимоотношения в группе, чтобы действительно люди более активно принимали участие, более резво приходили друг другу на помощь, то есть, это все, как бы, такие тоже мероприятия, направленные на некое созидание грамотных взаимоотношений в группе и на развитие ее, естественно, дальнейшее, вот, ну, вот, если коротко по существу, я постарался, 25 минут уложился, я думаю, на этом, как бы, закругляюсь и готов на ваши вопросы ответить, я так понимаю, что Виктор будет все это дальше дело модерировать, кто-то поднимает руку, задает, соответственно, вопрос, я отвечаю, давайте в таком формате дальше пообщаемся. Да, спасибо большое, Александр, за интересный доклад, есть у кого вопросы? Не вижу поднятых рук, так, Антон Генрихович, СПБ, Санкт-Петербург, просим вас включать микрофон. Да, благодарю за возможность, вопрос по рации, сразу технический, вот эти 30 раций, какого производителя вы решили, что называется, посетить? Ну, мы рассматривали несколько вариантов, но все-таки остановились на банальном баофенке китайском, и все-таки решили, что это оптимальный вариант, и наиболее дешевый, ну, и наиболее практичный, и в принципе, ну, посоветовались с разными людьми, которые опытные в этом деле, там, охотники, там, рыболовы и прочее, ну, сказали, что баофенг, не заморачивайтесь, скажем, другими, потому что у нас есть человек, который, ну, ветеран войны в Чечне, у него там суперкрутые японские рации у самого, но тоже он посмотрел, говорит, да, смысла нету, покупать, берите баофенги, занимаетесь, да, да, согласен с вами, я только подтвердил свое мнение, спасибо, спасибо за вопрос, спасибо за ответ, Рафаэль руку поднял, прошу вас, подключайтесь, Слышно меня? Да, слышно и видно хорошо. Добрый день, Александр, у меня вопрос такой, вот вы говорили, вы, как бы, в своей деятельности, то есть, никаких законов не нарушаете, ну, в принципе, я согласен, но вот, есть момент такой, ну, правовая подоплека, какая у вас, ну, то есть, какая-то поддержка юридическая имеется у вас, потому что не все же сотрудники, они, некоторые не знают вообще законов, им дали указку, они идут и начинают это прессовать, некоторые и умышленно игнорируют закон, то есть, вот как, как вы в этих случаях, у вас есть какая-то юридическая поддержка, или вот нам, как это все организовать, есть у вас ответ? У нас, да, Рафаэль, у нас есть, я, во-первых, сам у меня второе образование юридическое, то есть, после армии, точнее, уже находясь в армии, служа, я получал юридическое образование заочно, и есть база, именно гражданское право, и по судам много ходил, и в сфере ЖКХ, вот, будучи в теме СССР, очень много судов прошел по ЖКХ, и я знаю прекрасно, что у нас и судей, и полицейские, многие законов не знают, более того, умышленно их нарушают, не соблюдают, и в том числе, и поэтому мы эти группы решили создавать, потому что в каких-то ситуациях, ну, очень сложно переубедить сотрудника полиции, что он не знает законов, и в этой ситуации как раз играет количество людей, то есть, допустим, человек стоит, начинает бодаться, пока он один, его могут просто завинтить и прочее, когда приезжает, допустим, пять-семь человек, ему на помощь, даже сам участковый, он уже начинает думать, что да ладно, я уже приму заявление от него, не буду с ними связываться, и вызывать кого-то не буду, ну, потому что люди стоят, смотрят, на видео снимают, все, лучше пишу заявление, там принимают у них заявление, и все, не буду даже их заморачиваться, протокол составлять, поэтому вот в этом смысле группы это лучшее решение вопроса, потому что, но в правом поле, действительно, я очень много судов обходил, и у нас есть то же самое Шуманин, он юрист, грамотный юрист, с богатейшим опытом, потому что у него там свыше двух десятков уголовных дел на него возбуждали тоже, он боролся тут с прокуратурой, с судами, с нашими камчатскими, тоже очень грамотный человек, и мы, естественно, помогать нашим участникам, если не попадают в сложные ситуации, вот, ну и в принципе, кстати, сейчас Шуманин над чем работает, тоже это надо в тему обязательно сказать, он хочет создать такое юридическое сообщество по всей стране, то есть, допустим, чтобы в каждом регионе находить юристов, чтобы общаться в Zoom, помогать друг другу, обмениваться опытом, ну и, соответственно, чтобы в этом регионе тоже люди, как бы этого юриста, те же самые ГБР, брали под свою защиту, почему, потому что юристы тоже есть грамотные, но они тоже боятся иногда выступать против системы, потому что они понимают, что я один, а меня потом закатают, какой бы я грамотный не был, там даже в подъезде по башке дадут, как бы дубинка и все, а когда уже есть какая-то поддержка, когда люди интересуются, знают, звонят, где он живет, готовы приехать на помощь, ну человек немножко начинает в себе больше уверенности чувствовать, начинает уже выступать более активно против системы, поэтому, если ответил, ну надеюсь, что ответил на вопрос. Рафаэль, у вас еще есть вопросы к Александру? Кто-нибудь желает еще спросить? Ну, Галент, кто хорошо рассказал, но как бы нету даже вопросов никаких. Да, 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 Александр Загранин руку поднял, да, сразу он, аж три товарища, Александр, давайте с вас начнем, вы первый. Здравствуйте всем, у меня вопрос такой, может быть, уже ответ на него был в прежних зумах, сама структура, вот как она организационная происходит от момента поступления сигнала тревоги от конкретного какого-то человека до последней вот точки, где уже реализуется, да, этот сигнал, где оказывается помощь. Вот буквально поэтапно, как все организовано, куда поступает сигнал, как он обрабатывается, далее, как этот сигнал переходит в группы конкретные, группы, очевидно, ведут дежурство круглосуточное, дежурство онлайн ведут, либо на стационаре на каком-то, вот такого рода вопрос, спасибо. надо. Понял, вопрос очень, как говорится, нужный на самом деле, потому что не касался его, даже раньше не касался в каких-то общениях. Значит, у нас группа ватсапе, мы выбрали для себя ватсап, потому что на Камчатке это наиболее развитая социальная сеть, и люди там находятся часто, сидят в этом ватсапе, переписываются, много реклам на группу у нас ватсапе гораздо больше он развит, чем другие социальные сети, чем тот же сам Телеграм, либо какие у нас там еще есть там, допустим, уже не помню сейчас, но в общем их много достаточно. Вот, ватсапе есть возможность несколько групп закрепить на панели, то есть, допустим, ГБР-тревога, ну, большинство нас участников, она закреплена, одна из первых групп, человек зашел, сразу увидел, допустим, что-то там происходит в этой группе тревога, либо не происходит. Если у кого-то что-то случается, человек, если там все быстро происходит, просьба выехать. В группу сигнал прошел, понятно, что не все сразу его видят, кто-то находится, сразу, допустим, увидел и говорит, допустим, я еду, либо я не могу, ребята, допустим, кто может подъехать? И если были такие случаи, кстати, допустим, что я, допустим, сразу не отреагировал на группу, мы, естественно, договоримся, чтобы она у нас была включена, то есть, если мы остальные группы отключаем, делаем их без звука, то группа основная тревога, она всегда со звуком должна быть, чтобы сигнал был слышен у всех. Бывает так, что кто-то не заметил, допустим, я, допустим, не заметил, когда у нас ситуация была как раз с Андреем Колесником, который рассказывал с полицейскими, мне Андрей скинул, по-моему, в группу, я не заметил этот сигнал, мне звонит другой товарищ, говорит, что у Андрея проблема, я за тобой еду, мы сейчас к нему едем быстренько. То есть, ну, здесь как бы полная идут импровизации, то есть, нету какого-то четкого дежурства, почему? Потому что люди все, в принципе, ну, общественники же нет у нас частников, частников, этих ЧОПовцев, там, на зарплате. Поэтому вот такое взаимодействие чисто вот на, как говорится, на внимательность, да, то есть, ну, люди приятно понимают, что раз они в этой группе, нужно периодически заглядывать, смотреть, если у кого-то проблема, естественно, откликаться, отзываться, либо сообщить, допустим, координатору. Я себя не считаю, не называю там каким-то руководителем, потому что мы это недавно проговаривали. У нас, у русского человека вообще сложно кому-то подчиняться, да, это в крови, как бы, и кого-то считать там руководителем, там, организатором сложно. Мы недавно даже шутили, говорим, у нас есть только там координаторы, либо модераторы, взяли эти иностранные слова. Вот. И задача координировать. Задача, допустим, если я сам не могу, увидел сигнал в группе, звоню, допустим, кто-то рядом живет. У нас сейчас тоже такой пример приведу. Был случай, когда на человека, который даже не в группе был, но он друг там Шумайна Юрьевича, домой напали два пьяных. И он вынужден был достать ружье, он им пригрозил, что будет стрелять. Они ему отключили электроэнергию в квартире. Геннадий Ефремов, это в Завойке у нас было, район достаточно далеко расположен. Все это в районе 12 часов ночи, ну, в полной где-то. Он вышел, дверь открыл, чтобы электроэнергию подключить. К нему начали ломиться квартиры, он выстрелил в одного и ранил одного из них. Вот. Мы эту ситуацию, мне Шуманин продублировал, естественно, стал думать сразу в группу, кинул информацию, но понимаю, что, допустим, многие не видят эту информацию. Я начинаю с этого прозвания, вспоминаю так, кто у нас, допустим, в Завойке живет рядышком, там звонил двум людям, которые там рядом находятся, говорю, ребят, надо срочно подъехать, на человека напали в квартире, он вынужден был выстрелить, нужно свидетель, чтобы там его полицейские, ну, не закатали там, либо не применили по нему оружие, что якобы он там опасный и прочее. И два человека, один там пешком сразу подошел, рядом живет, другой подъехал. Ну, и, соответственно, помогли его прикрыть, защитить, чтобы его там полицейские, как говорится, не уничтожили, скажем так, потому что там был вопрос, мы так подразумевали, до физического уничтожения могло дело дойти, почему? Потому что он там мешал и мешает торговать наркотиками в этом районе, в Завойке. Вот, то есть, вот примерно так взаимодействие устроено, потому что, повторюсь, что мы общественники, нету каких-то у нас четких, вот, таких людей, которые, допустим, вы дежурили, там, ответственных, там, задежурствуем сегодня, завтра, послезавтра. Вот, но при этом есть люди активные, которые там постоянно в группу мониторят, у нас еще группа параллельная идет, группа общения, где мы какие-то рабочие вопросы обсуждаем, и, соответственно, в WhatsApp все время кто-то есть, поэтому вовремя на сигналы, ну, получается, реагировать, у нас не было такого еще, что человек вообще остался без внимания, как бы это ни было. Всегда там хоть один человек, но подъезжал и находился рядом, в случае тяжелый. Ну, вот, вот так, например, я могу пока ответить, потому что это вот такой опыт у нас, по-другому, вряд ли что-то еще могу, еще могу рассказать, ну, вряд ли что-то еще добавлю, да, в данной ситуации. Спасибо. Александр, за грани, но у вас еще вопросы? Нет, спасибо. Удовлетворю. Спасибо за вопрос. Александр, спасибо за ответ. Вячеслав Киселев руку поднял. Задайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Александр. Такой вопрос у меня. Ваша группа, она как-то формально, либо это совет, либо это дружина, или вообще вы не видите, как бы не рассматриваете такие, вот, организации? То есть, вот такой вопрос у меня буквально. Организационный вопрос. Я понял, да. Формально мы решили никак себя не определять, то есть, есть группа в WhatsApp, и все, этого достаточно, но на базе этой группы уже несколько проектов работают. Почему? Потому что для любого проекта нужны люди, да, то есть, ну, нужны кадры, кадры где-то нужно брать. Причем кадры должны быть, ну, как минимум уже немножко проверены, известны. Вот сами по себе группы, они как раз нужны в том числе для того, чтобы люди научились взаимодействовать, как-то себя уже показали, и потом почувствовали, кстати, уверенность в себе, тоже небольшую, поняв, что у них есть поддержка определенная в группе. И потом уже, да, мы начинаем, допустим, создавать какие-то организации. У нас есть на сегодняшний момент несколько структур, которые формально зарегистрированы. Это организация, ну, помимо информационного агентства «Камчатский регион», у нас это СМИ официально зарегистрировано, которое позволяет пользоваться журналистским доставлением в каких-то ситуациях. Есть потребительское общество «Камчатское», которое мы сейчас развиваем, потому что потребка операции – это тоже очень нужное дело, которое позволяет уходить от, в том числе, приставов, свое имущество, кстати, потреб обществе в виде пая, прятать, уводить. Тоже мы сейчас это направление развиваем. У нас появилась, недавно зарегистрировали организацию, в Российской Федерации решили зарегистрировать ее, народный контроль. Это как раз для того, чтобы в рамках правового поля РФ, правоприменительного поля РФ, контролировать чиновников, их работу, делать запросы тоже. И не только чиновников, ну и, допустим, там много просроченных товаров на полках, у людей есть интерес, интерес ходить проверять просрочку, не давать магазинам все это дело продавать. Поэтому народный контроль мы тоже зарегистрировали в поле, в правовом РФ, чтобы действовать, скажем так, с ними как бы в этом правом поле. Плюс ко всему, мы в нашей группе есть представители ОСВР, не только ОСВР, там есть люди, которые из СССР тоже там и прочее. Вот, они потихоньку создают еще советы. То есть у них есть советы, которые пока нигде не зарегистрированы, они ближе как бы к тематике СССР. То есть, допустим, Народный совет Камчатки, там Народный совет Вилючинска, там Народный совет города Петропавловска-Камчатска. То есть они такие советы создают, там Совет родителей Камчатки тоже. Они не регистрированы у них, насколько я знаю, но тем не менее, тоже определенная количество людей собирается. И они также ходят по чиновникам, они также пишут бумаги, делают запросы, собирают подписи. Но это больше по линии ОСВР. Мы с ними тоже сотрудничаем, не стараемся там, ни какие-то спорные моменты не обсуждать, не вникать, как говорится, там какие-то определенные там нюансы, там с Ладой Русью, да, с Светланой Пионовой. Вот, ну, есть они как бы есть, хорошие люди, много очень активных, действительно грамотных ребят там тоже находятся. Мы с ними дружим, они в нашей группе есть, мы с ними где-то тоже в их общих группах находимся. И друг другу решили помогать так же, чтобы не конфликтовать, короче говоря, потому что это все, опять-таки же, повторюсь, разделяет. Вот, ну, именно группы быстрого реагирования, они не регистрируются, потому что это не нужно просто. Это не нужно, это лишние головники, это лишние вопросы фискальных органов, это, в общем-то, какие-то там непонятные могут быть там проверки, там какие-то там выдуманные там налоги, там опять, ну, все что угодно может быть. А когда это просто группа друзей в WhatsApp, ну, что этой группе друзей предъявишь? Да ничего, собрались люди друг другу, помогают и все. Никаких структур, никаких нарушений, ничего, ну, помогаем и помогаем, сигналы помощи подаем. Поэтому я считаю, что это оптимальный вариант. Отсюда уже кадры потом использовать в любых других направлениях. Вячеслав, у вас есть еще вопросы? Остались какие? Спасибо, предоставлю остальным участникам задать вопрос. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Александр, спасибо за ответ. Если больше ни у кого нет вопросов, я сейчас отдам слово Эдуарду Симоняну. У него-то доклад будет такой, не меньше, чем у Александра Каменюка. Он любит поговорить. Подожди, Эдуард, подожди. Я людей пока запугиваю. Я знаю, что ты надолго сейчас эфир возьмешь. Просто у Эдуарда как раз был случай такой, что ему очень необходима была помощь этой группы. Больше нет ни у кого вопросов. Ну, давай, Эдуард, расскажи. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я так говорю сразу, просто Александру мне вопросы задавать не надо, потому что мы с ним на общении, мы находимся рядом. Я нахожусь на Курильских островах, Южно-Курильск. Гражданская позиция регион 65, народное, общественное, не политическое движение. Нам не важно ваше социальное положение, нам не важно ваше материальное положение. Главное, чтобы вы были гражданин. Так вот, я как гражданин решил, пришел момент, когда вдруг я задал себе вопрос. Ну, получается, если не ты, то никого вокруг нет. И вышел в поле публичное. Значит, коснулось это сначала канализационно-очистных сооружений, потом свалки и вообще, получается, я так как нахожусь и живу на природе, сам рыбак, бригадир прибрежного лова, для меня это очень актуально. Кстати, вот экологическая повестка объединяет абсолютно так же, как и дети, вне зависимости от партий, принадлежности и прочее. Я пока за этот год в рамках нашего движения в этом общении стал уже православным сталинистом, немного язычником и прочее, прочее, прочее. То есть мы там на самом деле можем потерять вот то единство. Так вот, что произошло? Безусловно, как человек с активной гражданской вообще позицией в жизни, я просто не в публичном поле ее проявлял, потому что считал поступки, они любят тишину. Ну, значит, я влез вот на такую территорию, где олигархические группы делят, пилят бюджеты, это свалки, мусор, при этом, значит, их охраняют, соответственно, начиная от их ЧОПов, как правило, оказывается, что и часть недобросовестных, мягко скажем, сотрудников. Причем хочу заметить, все-таки таких сотрудников, сотрудников, которые именно идут осознанно, коррумпированные и прочее, их небольшая часть, но они очень опасны. Так вот, что произошло. Значит, буквально после того, как я сделал репортаж, через несколько, а ровно получается на второй день, и так вот случилось, что все мои близкие друзья, они находились кто в командировках, кто на Сахалине, кто на работе. Я остался один на базе, двери у нас открыты, скрывать нам нечего. Сюда зашли два сотрудника милиции. Значит, один в звании майора, второй в звании лейтенанта. Причем тот, который в звании лейтенанта, я его знаю 20 лет, он когда-то работал у нас на базе, это такая предыстория. То есть я вышел к ним с открытой дверью, открытой душой и сердцем. То есть сам пригласил их на кухню и отсек себя от телефона, который стоял на зарядке. И тут оказалось, что они приехали вдруг с постановлением на обыск базы, в отсутствие хозяина этой базы. Я на ней не прописан на этой базе. То есть уже идет нарушение. Первое. И с постановлением судей, даже с понятыми. Значит, и еще они требовали проехать с ними на обследование. Вот что я их просил. Я просил их вызвать нормальную милицию, а именно участкового или наряд. Значит, меня заблокировали в кухне, не давали мне подойти ни к моему телефону. Значит, пытались мне зачитывать, сюда завели понятых. Но единственное, они не учли одного. Меня мама в жизни научила так, что, сынок, руку на тебя в жизни никто не имеет права поднять. Если только ты обидишь старика, женщину и ребенка, вот тогда у тебя нету мамы. Вот этих постулатов я держался всю жизнь. Я никогда не протяну руки ни под наручники, ни под какое заявление, хоть мне там 150 тысяч подписей привезите. Значит, я начал им указывать. Так как я прошел в свое время, в 90-х, тоже эту школу неприятную, значит, нашего поколения. Я начал их просить соблюдать ровно закон, позвонить хозяину. Ну как, там дошло до рукоприкладства, чтобы меня услышали. Мне сломали браслет вот на этих часах, который мне подарил мой товарищ, значит, который предназначен, чтобы на 200 метров, значит, для спецназа сломался. Я прошел очень по тонкому льду на самом деле. Они люди с оружием, которые могли бы, то есть, пристрелить меня, и в принципе, думаю, они бы это тоже сделали в рамках новых законов. Теперь, подытоживая это, что мне нужно было бы в тот момент? Всего лишь грамотного юриста, всего лишь порядочного милиционера, всего лишь одного. То есть, и все сделали бы по закону. Я отстоял свои права, я отстоял, значит, я заставил их снимать на их телефоны, но эти записи не появятся. Значит, они ушли отсюда, но мне пришлось, ну скажем так, в храме неделю успокаиваться, потому что вот это вот несправедливость и прочее. И плюс, ну, они могли, все-таки могли меня спровоцировать на то, чтобы я, конечно, оказался с тяжкой статьей. Можно вот так выразить. Так вот, уважаемые друзья, значит, очень нужное дело. Наши, то есть, такие группы у нас есть в WhatsApp, все, мы обращаемся, мы создали юристы, которые работают, но нет вот рядом возможности, да, чтобы приехали человек, люди тебя поддержали. Так что вот такая вот у меня кратенькая история. Бой мой продолжается, я только начал, вот. И мы по типу Александра будем, конечно, тут воссоздавать вот что-то такое, значит. Плюс мне еще помогло то, что все-таки я 22 года отработал именно здесь, на Кунашире. Я как хобби поэт выступаю на всех, меня знают все военные, ну, меня знают практически в пределах Сахалина. Курил я в определенном смысле куртовая личность. Вот эта публичность, нам нужна публичность, абсолютная трезвость и самообразовываться в рамках той деятельности, если мы в эти не играем, а реально чувствуем свою ответственность и, самое главное, ответственность за других. Потому что тоже куда-то бежать, куда-то звать людей, тоже это неправильно. Я считаю, наш путь – это Хабаровск, это мирный протест в течение года, когда люди выходили полным городом и ни одна лампочка не разбилась. К сожалению, тогда всей страной мы не услышали и не поддержали этот момент. Спасибо, уважаемые друзья, один из вас, это тоже, чтобы, ну, фамилию под моими стихами я не ставлю, этот мой творческий псевдоним, именно потому что я один из вас, простой человек, и все, что я, например, делаю, пишу, это, то есть, принадлежит всем. Вот, все, всего, у меня практически, наверное, все. Все, спасибо, Эдуард. Хранил вас Бог. Несколько слов можно сказать в комментарии, да? Вот о чем Эдуард говорит, это, в принципе, хорошо, что он публичное лицо на Сахарине, и вот знают многие люди, потому что, конечно, чтобы такие группы организовать, начать, я понимаю, что людям, допустим, которые не работают в публичном пространстве, им сложно это начинать делать, потому что, действительно, ну, люди относятся все равно друг к другу с недоверием. Мы прекрасно понимаем, что люди, я еще раз повторюсь, они боятся, они боятся всего, они боятся того, что их втянут в какую-то организацию, типа, там, дело сети вот было, да, там, даже будут в группе сидеть, а там что-то скажут, а их там ФСБшники потом вызовут, они не знают, что говорить, то есть люди у нас окутаны страхом из-за того, что очень многие, из-за того, что вот вокруг, ну, такая ситуация в стране, там, куча дел вот этих, вот, когда там даже детей, там, подростков садят в тюрьму, там, реальным сроком, там, приговаривают. Вот, поэтому, конечно, важно находиться в обличном поле, свою позицию регулярно как-то высказывать, вести там свои блоги, там, где-то в социальных сетях, чтобы люди видели вообще, кто ты, что ты, чем занимаешься. И, конечно, это не так просто, это, действительно, большой труд вести работу именно общественную с людьми и находить общий язык с ними, как говорили в армии, да, лучше иметь вагон техники, чем одного солдата. Ну, люди, наверное, все это, многие из вас служили, слышали, потому что никто же не знает, что у человека другого в голове, да, там, что он там стрелит у него, там, в башке, там, он пойдет там куда-то, или убежит, там, или автомат возьмет на счет стрелять, как бы, это все не так просто. Вот, поэтому, конечно, это достаточно большой труд и, ну, определенное подвижничество. Чтобы этим заниматься, нужно какое-то время прямо этому посвятить свое, оторвать там немножко время от зарабатывания денег, от других вопросов. И тогда это пойдет. Нужно, главное, какую-то критическую массу перейти в этих группах, там, ну, человек, за 30, за 40 выйти уже, и людям будет проще присоединяться, уже пропадет немножко там страх и прочее, да, в каких-то вопросах. И объяснять, опять-таки же, людям, что, ребят, ну, всем нужна помощь в какой-то ситуации. Пусть она даже, эта группа молчит весь год, пусть никому помощь не понадобится, но в любом случае людям будет приятно и будет больше уверенности, и не будет понимать, что есть такая группа, куда всегда можно обратиться за помощью, и люди приедут. Но чтобы это было более, как говорится, надежно и быстрее развивалось, нужно все равно еще лично встречаться. У нас вот за последние, где-то мы несколько месяцев, где-то с мая, наверное, месяца удалось найти помещение. Мы его снимаем, порядка 30 человек регулярно скидываются деньгами. То есть мы договорились, что вот будем сбрасываться, там 30 человек, там, допустим, по 500 рублей, по 1000. Есть помещение, где мы собираемся, мы называли его Центр народной взаимопомощи. У Шуманина, там, Владимира Юрьевича есть, там, своя программа, которую он называл «Добрые люди». Поэтому такой Центр народной взаимопомощи «Добрые люди». Вот, собираемся, там, пьем чай, общаемся, обсуждаем текущие вопросы, обсуждаем направления работы, потому что люди много чем хотят заняться. Кого-то волнуют вышки, там, 5G, кого-то волнуют химтрейлы, кого-то волнуют что-то еще. Но на каждое направление нужны люди. А где людей взять, если люди вроде что-то там изучают, какие-то моменты в интернете копают, но поддержки не чувствуют и, опять-таки же, не знают, как двигаться. Для этого, опять-таки же, собираемся, обсуждаем эти вопросы и обозначаем эти направления. Где-то какая-то кому-то помощь нужна, помогаем, чем можем. Где-то советом, где-то там что-то распечатать, напечатать, где-то правовой вопрос обсудить. Поэтому вот живое общение тоже очень важно. И, естественно, оно важно именно на местности. То есть важно, чтобы где-то была привязка, так называемый центр кристаллизации, центр сбора, точка сбора, где можно регулярно встретиться, попить чай, обсудить вопросы, потому что личное общение, оно всегда лучше всего. Оно не заменит ни Zoom, как бы не заменит личное общение, там, ни WhatsApp, тем более, ни какие-то другие конференции. Когда ты с человеком общаешься, когда ты чувствуешь его мотивацию, чувствуешь его, как говорится, по-разному люди воспринимают, там, Биаполя, там, Мауру, назову это прочее. Когда ты просто понимаешь, что действительно человек, допустим, он искренен с тобой, он действительно хочет там в чем-то себя реализовать или как-то помогать людям хочет. Ну, для этого нужно личное общение. Потому что бывает даже такое, что, допустим, военнослужащий, контрактник приезжает, говорит, я хочу помогать людям. Я говорю, чем ты хочешь помогать людям? Я там получаю паек, сейчас у меня много этого, хочу развести. Не проблема, вот у нас есть список, там, многодетные мамы, там, есть инвалиды, допустим, там, поехали вместе с тобой развезем. Все, поехали, развезли. И человеку приятно, и нам приятно всем, и человек, как бы, тоже влился так в команду, сразу понимает, что он часть команды, вот он тоже, как бы, чем-то смог людям помочь. То есть, ну, в таком формате какое-то постоянное общение идет, и оно очень важно тоже. На нем все будет строиться, люди будут нанизываться, и будет больше, больше, больше. То есть, это, как бы, как такой тоже практический совет в конце, наверное, да. Ну, если какие-то еще вопросы есть, давайте еще поговорим. Спасибо, Александр. Вопросы есть, конечно. Сейчас в продолжение вот того, что сказали, пайки вот эти, которые вы многодетным семьям разводите, вы на них сами скидываетесь, либо ищете спонсоров каких-то? Нет, бывает так, что люди сами предлагают помощь. То есть, вот я говорю, в данном случае, в данном случае контрактник приехал, говорит, у меня есть пайки, я их получаю, там у меня еще несколько друзей, которые, ну, мы не съедаем, говорит, эти пайки, там, хоть у нас там семьи, но мы, говорит, нормально получаем, готовы поделиться. Я говорю, ну, без проблем, поехали, говорю, есть адреса, у нас есть адреса людей, которым мы помогаем, когда есть возможность, там, инвалиды, которых забросили социальные службы, либо, там, многодетные мамы, которые, там, одна с двумя дядьми, и тоже без работы, там, в связи с этими, там, вакцинациями, всякой этой, лабуденью. Ну, и, соответственно, где-то вместе поехали, где-то ему адреса дал, он поехал, сам развез. То есть, такие люди тоже находятся, они есть, им просто зачастую некуда прийти, они не знают, куда прийти, надо просто вот вести такую еще общественную постоянно работу в социальных сетях, чтобы люди понимали, что, да, мы можем себя реализовать, в том числе, как благотворители, допустим, вот, вместе с этой командой. И они сами появляются, подходят, и мы, соответственно, им помогаем, вместе, как говорится, благотворительностью занимаемся, сообща. Спасибо за ответ. Александр, вот еще, первые ваши совместные действия были какими? Какая-то, ну, образно говоря, беда, какое-то пришествие произошло, и вы на них выдвинулись? Или вы какие-то совместные акции самостоятельно выдвигали? То есть, по вашей инициативе? Первая, да, первая у нас была такая ситуация, у нас было несколько таких, скажем так, митингов, то есть, у нас собралась группа общественников, в котором, в принципе, управление местное губернатора Илюхина очень не нравилось. Ну, много фактов тоже было скрыто там, и мы выходили на первомайские демонстрации с, допустим, там, с плакатом Илюхина в отставку, да, потом мы выходили, допустим, там, хотели выйти с желтыми жилетами, то есть, чтобы народ как-то объединить, сплотить, как бы люди эту идею восприняли, начали идти туда, в центр города с желтыми жилетами. Но основных организаторов всех там эшники задержали с утра, никого не пустили на площадь, вот, меня взяли, причем, у дома моего друга, куда я выходил, меня должен был человек вообще подвезти, я не на своей машине ехал, они пилинговали меня по телефонам, там, по своим, там, пилингу, короче, там, по каким-то там, видимо, по телефону, да, и отследили, подъехали к машине тоже и задержали. Вот, и, естественно, после этого были еще такие непонятные какие-то звонки, там, наезды, типа, например, звонок в дверь, подходишь в домофон, говоришь, что там, полиция, что вам нужно, мы не к вам. Ну, естественно, допустим, открываешь домофон, они поднимаются и начинают тебе в дверь стучать. Ты смотришь в глазок, говоришь, что там, молчать-то, то есть, ну, неизвестно же, что будет, а вдруг там стрельнут, допустим, с пистолета, да, либо там газовым баллончиком кшикнут. Естественно, такие ситуации, они неприятны любому человеку, они у меня были в частности. Естественно, вот такая группа у нас тогда уже организовалась, только вот мы начали, как бы, взаимодействовать. Я звоню в группу, говорю, ребят, такая ситуация, тут ко мне стучится в дверь, не представляется полицейскими изначально, но стоя за дверью, свет выключили в коридоре. Люди говорят, мы сейчас подъедем. Ну, буквально 10 минут подходит, подъезжают две машины, они уже, естественно, ушли. Иритировались быстренько, неизвестно, там была ли там полиция, либо там была не полиция. Но сам факт, что люди подъехали, посидели, пообщались, чай попили, они потом уехали. И, соответственно, это и мне, как бы, ну, такая, как бы, подспорья, то есть, мне было чем одному сидеть дома, да, там, как бы, это все, там, как-то думая, там, кто там приходил, кто не приходил. И людям, как бы, такая тренировка была одна из первых. И вот с этого все как-то началось уже больше и больше. Потом разные ситуации возникали, абсолютно разные. Но всегда, когда ты понимаешь, что где-то там рядом есть человек, который может близко подъехать тебе, быстро подъехать, в смысле, к тебе, да, то, конечно, всегда спокойнее в этом плане. И ты понимаешь, что, ну, по беспределу вряд ли пойдут полицейские с такой ситуацией, понимая уже, что, ну, поддержка всегда подойдет, рано или поздно там. Только если там какое-то заказное убийство. Но сейчас уже, наверное, не 90-е годы, хотя мы к ним возвращаемся постепенно. Вот, я думаю, что и такое может быть уже скоро. Но пока такого еще нету, по крайней мере, у нас здесь на Камчат побаиваются, видимо. Ну, а вообще у вас какое-то предвзятое отношение к этим товарищам из органов. Они, может быть, хотели с вами пообщаться или просто скучно, а вы с ними играть не стали. Еще и ребят позвали. Ну, да, да, да. Ну, они смогли спокойно представиться, корочку показать, включить свет в коридор. Я говорю, да, сотрудник такой-то, пожалуйста, откройте. Да, я, может быть, бы открыл бы еще и пообщался бы. А так, когда непонятно что, свет выключили в коридоре, стоят, молчат. Ну, неприятно. Ну, еще на ваш вопрос, да, кто там, а ты угадай, да? Ну, типа того, да, да. Это, Александр, еще смотрите, вот про эшников вы упомянули, да? Я так понимаю, что кого-то из ваших товарищей уже задерживали они, да? Либо полицейские в связи с вращением. Меня задерживали неоднозначно, как бы не... Однократно. И однократно, да, уже заговорился. Был такой случай, просто один из первых митингов, ну, это был не самый первый, но был один из митингов, когда они меня пригласили к себе. Ну, я такой думаю, ну, поеду, съезжу к ним туда, в МВД Камчатского края. Приехал в МВД Камчатского края, у них там был, по-моему, на пятом этаже кабинет, он начальник от центра, и там рядом кабинет его сотрудников. Потом уголовный розы был же на этом кабинете, на этом же этаже, в смысле. Мы беседуем, общаемся. Он просто начинает меня провоцировать. Сначала он мне говорит, там, ну, про разные, там, короче, пробежки, там, коснулся. Ну, короче, там вопросов было непонятных вообще, левых каких-то много. И он говорит, распишитесь, короче, потом по итогу мне в том, что вы не будете там покрышки жечь, там, экстремизмом заниматься на площади. Я говорю, чем вообще предусмотрена такая бумага? Говорю, я вообще вам не обязан не расписываться. Говорю, это, ну, вы можете сами там расписаться за меня, если хотите. Он, нет, я вас типа никуда не отпущу, пока вы не распишетесь. Я говорю, не, я говорю, не буду не расписываться, я пошел. Встаю, начинаю выходить, он мне хватает за руки, там, кричит, выбегает в коридор. Там выбегают его сотрудники. Я достаю камеру, начинаю снимать. Ну, короче, в итоге все это закончилось с моим задержанием. И где-то сутки спецприемника, там, чуть больше, может быть, чуть меньше, я не помню. Ну, вот, потом был суд, были административные правонарушения. Мне вменено в вину, что якобы там законно требования начальника, сотрудника полиции не выполнил. Короче, там, несколько судов прошло. Один встал на мою сторону, суд по одному из эпизодов, другой мне присудил тысячу штрафа. Ну, у меня таких историй было достаточно много, там, все не расскажешь. В общем, были ситуации, и вот в одной из последних, когда мы пересекались, это вот 20-й год как раз, когда задерживать они хотели человека, который стоял в пикете. Потом меня хотели задержать с эшником, в смысле, еще с одним товарищем. Вот в этом случае мы уже вообще отбились от них. То есть там они никакого задержания уже не смогли произвести. Просто люди подъехали, там, ну, человек шесть подъехал, плюс еще там подъехали друзья Андрея, подошли несколько человек. И просто они, в общем-то, сели в машину и уехали, остались ни с чем. Поэтому, опять-таки же, когда есть определенная слаженность, есть поддержка друзей и товарищей, в этом плане становится все проще. Спасибо. Александр, вот поясните, пожалуйста, вы сказали, что они предлагали вам подписать бумагу, что не будете сжечь покрышки. Почему не стали подписывать? Хотели бы действительно спалить их? Да нет, естественно, не хотелось. Да-да-да, конечно, не хотелось. Просто сама постанова вопроса была такая немножко, ну, с хамским как бы акцентом. Типа, в любом случае подпишешь там туда-сюда. Там вообще все закончилось тем, что они меня там вчетвером или впятером затолкали в кабинет с уголовного розыска, который с сотрудниками. Потом вызвали участкового составить протокол с нарядом ПЭПСов. А потом они вчетвером у меня забирали телефон, там, какой-то уже ППСники и участковый там в кабинете пытались. Ну, там вообще целая история была. Там это все отдельное, можно длительный рассказ сделать. Ну, вот. Просто, видимо, какая-то провокация была с их стороны такая, возможно, она им удалась, я так думаю. Потом у нас были случаи просто еще на 9 мая, когда тоже там фактически была провокация с их стороны. Это был 20-й год. Мы 9 мая собрались в Парке Победы, попели песни, возложили цветы, они начали задерживать. Там по одному. Там одного Шумань на того же самого начала задерживать, потом меня начали задерживать. Причем не представляясь, там, руки заворачивая резко за спину. И там чуть ли не получилась ни драка, на самом деле. Причем по их вине. То есть мы пришли возложить цветы, спеть песни, разойтись. Как бы они начали эти задержания, которые никому не были нужны. И в итоге, ну, дошло до того, что стояли ОМОНовцы или там СОБРовцы, я уже не помню, что им люди, там, женщины кричали, вы фашисты, там, все снимали их на камеру. Ну, неприятная ситуация случилась крайне. И, по сути, виноваты были в этом именно эшники и полицейские. То есть мы абсолютно не хотели никакого конфликта. И в итоге мы тоже тогда не остались задержанными. Ну, были потом административки. Мы там в итоге две административки выиграли, там, вместе с Аркисяном, с одним юристом нашим местным. Ну, а по факту, как бы, опять-таки, жильческая поддержка лишний раз показала, что люди могут все-таки объединяться, друг друга защищать. И можно избежать даже задержаний, в том числе, там, всевозможных спецприемников и чего-то еще. То есть это тоже был один из экзаменов для нашей группы. Спасибо. Ну, эшники, наверное, и специально созданы для того, чтобы провоцировать людей. Потому что, действительно, других я не вижу, как бы, другой пользы от них, кроме вреда, так скажем. Ну, у меня крайний вопрос. Это и для меня, и для моих товарищей очень значимый. Вот удостоверение журналиста, которое вы говорили, да, корреспондента от газеты Владимира Шуманина. Вот смотрите, как его можно получить? Его получить можно достаточно просто. В принципе, Шуманин Владимир Юрьевич достаточно активно идет на контакт. Он позволяет согласовывать, допустим, открытие корреспондентских пунктов в каждом городе. Ему нужно просто прислать фотографии, свои данные, то есть фамилия, имя, отчество, фамилия, как хочет, чтобы его там записали. Вот, соответственно, там. И все он оформляет удостоверение журналиста. И человек спокойненько начинает уже там взаимодействовать, допустим, с органами власти, как журналист. Это немножко больше прав. По крайней мере, на запросы редакции у них ответ уже не 30 суток, а 7 дней. Это тоже позволяет достаточно быстрее какую-то информацию получать, чтобы с ней дальше работать. И это очень такое хорошее подспорье вообще в общественной работе. Поэтому прям рекомендую всем. Сейчас, наверное, будет сложно зарегистрировать свое информационное агентство вообще независимо где-то в регионах. А пользоваться нашим информационным агентством Камчатский регион, я думаю, что нужно. И тоже всем, кто находится еще в зум-конференции, прям рекомендую. Я знаю, что были там много независимых агентств. Многие из них позакрывались. На многих из них тоже давление оказывали. Там Аврора было, там что-то еще много достаточно было по стране. Кого-то там иностранных агентов записали. Ну, у нас самое, что, наверное, есть патриотическое информационное агентство Камчатский регион. Там как бы иностранцы нас и спонсируют. Мы никогда там фактически там и загониться-то не были особо. Ни я, ни Шуманин. Поэтому тут сложно нас в чем-то обвинить. Поэтому можно обращаться к нему, присылать фотографии. Можно через меня там прислать фотографии, свои данные. Я ему перешлю тоже. Он сделает. Ну, а там уже как оформить, договориться. Либо, допустим, можно будет оформить. Он оформит здесь печать. То есть есть где-то распечатать, допустим, тоже. Можно у себя распечатать, там заламинировать. И, соответственно, у себя там уже действовать дальше. Распечатать цветную печать, чтобы была синяя печать видна, допустим. То есть в таком формате можно со скана сделать. То есть пишите, обращайтесь. Я думаю, что мы поможем всем желающим. Главный момент здесь, чтобы, конечно, журналисты, которые будут работать в информационном агентстве Камчатский регион, не дискредитировали как-то журналистскую деятельность. Не провоцировали сами какие-то конфликты. Что там вы козлы все, я там журналист. Но в таком формате, чтобы не было. То есть мы, кстати, об этом и в ГБР говорим. Потому что, чувствуя поддержку, люди, все равно имейте уважение к сотрудникам полиции. Не хамите им сами. То, знаете, там бывает, ага, человек почувствовал, что за ним есть какая-то группа, даже пусть человек 20, скажет, о, нифига, я теперь как бы сейчас всем покажу. Вышел, я мусоровые козлы. И тут же, ребят, тут на меня мусора наезжает. Ну-ка, давайте, приезжайте на помощь. То есть таких не должно быть, естественно, в дел. И касается ГБР, это нужно людям проговаривать сразу, что не провоцируйте никого на конфликты сами. Ну и касается журналистской деятельности тоже. Понятно, спасибо. А вообще существует какая-то методическая журналистка? Методичка, по которой, ну, чтобы за рамки не выходить ее, например, чтобы не было вот этих провокаций, как вы говорите, там, не подставлять само агентство. Да, методически особо нет. Человек просто представляется, говорит, что здравствуйте, я там журналист такого-то информационного агентства, вот прошу вас ответить на следующие вопросы. Либо пишет письменное, допустим, какой-то запрос от себя, согласовывает, допустим, Шуманинам тоже ставит печать, по факту пересылает, по факту там скан присылает, допустим, синей печатью. И человек, допустим, тоже распечатывает, идет, допустим, к чиновнику с этим запросом уже. То есть, ну, такой вариант возможен тоже работать, удаленный. Спасибо большое. Эдуард, вы готовы? Ты извини, пожалуйста, что задержал маленько. Я видел поднятую руку, просто знаю, что человек эмоциональный, и любишь хорошо поболтать. Давай, давай, брат, слушай. Да, никогда не думал, что это скажу, но хочу подытожить. Ведь есть два момента. Я же выходил на одиночный пикет весной, на площадь против принудительной вакцинации. Как раз в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин произносил свое слово. Подъехало два экипажа. Но, собравшись туда, я знал свои права. То есть, что у меня был плакатик с собой. Мы против политзаключенных, за свободу слова. Сахалин курил и не молчи. Мы не отсидимся. Я хочу, чтобы все услышали и зафиксировали этот момент. И тогда там было два экипажа. Но сотрудники, когда узнав и зная меня, вели себя очень корректно. Даже я позволил себя свозить на экспертизу. Что я трезвый. Что у меня нету никаких при себе запрещенных. Плюс я даже сдал анализы. Но я понимал, что я пришел на площадь. А здесь пришли в наш дом. И самое главное, я там не уточнил. Понятые были без документов. Они материли. Один матерился. Второй сотрудник был. Он не понимал, что происходит. Хотя он был старший. Ну, в общем, еще к этому же моменту, после этого другие сотрудники, которых, ну, вот, там, одноклассники или мои это были, или там, сейчас уже целое поколение детей выросло, которые тоже служат честно, порядочно. Сказали, Эдуард, вот, давайте мы вам сделаем, теперь мне делают экологический инспектор. Меня уже в этом вопросе будут охранять четыре министерства. То есть мне подсказали вот такой путь. Тоже, пожалуйста, возьмите, кто защищает лес. Троицкий. Ребята, это очень важно. Это совершенно другое будет отношение к этому человеку в плане, за него наказывают уже не как за гражданское лицо, а как за лицо, которое представляет, то есть, ну, четыре, получается, института охраняет. Вот я вот этим бы хотел подытожить и сказать, что, конечно, меньшинство поганых людей, а большинство просто запутавшихся, и очень их жаль, именно сотрудников этих, которые вообще подневольные, к ним как к скоту отношения от собственных же командиров, которые колят их, заставляют их делать вот такие вещи. Хочется сказать им, оставайтесь людьми все равно, всегда и везде. Это очень важно. Это важнее, ну, ничего нет. Все. Ваш друг. Один из вас. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Я, может, добавлю уже Эдуарду в тему вот эту, что мне нравится, как говорил Задорнов, хороших людей больше, но плохие лучше организованы. И наша задача организовать опять людей на местах, именно хороших людей, сказать, что, ребят, ну, вот, давайте объединяться, вот способ объединения самый безопасный, самый простой. Это именно вот такие группы взаимопомощи, группы быстрого реагирования общественников, которые можно потом, ну, расширять постоянно, добавлять людей, общаться, встречаться и делать дальше дела общие. А вообще в идеале, конечно, мы с Юрьевичем об этом как бы мечтаем, чтобы в каждом регионе такие появились центры народной взаимопомощи вот на основе этих групп. И, соответственно, потом пошли программы тоже там, народный контроль, там свои какие-то небольшие телевидения, тоже там СМИ какие-то открыли свои, либо каких-то блогеров привлечь. Вот о чем я в первом своем ролике говорю, который сейчас на канале, который новый у меня, резервный, открылся. Вот, то есть три пункта основных, это группы создать, создать центры такой взаимопомощи, создать свое СМИ. Ну, естественно, постараться подтянуть сюда юристов каких-то. Тогда это будут действительно такие народные центры, действительно взаимопомощи друг другу. И, ну, постепенно, я думаю, на базе этих центров можно создавать уже много чего, и советы, те же самые народные, все что угодно. Потому что, когда есть поддержка именно такая вот низовая население, то есть не только сверху там дает тебе мандат править, у нас сейчас когда там все политические партии не сверху получают мандат на правление, там финансируются сверху, естественно, они все так или иначе, как говорится, при кормушке, люди им уже не доверяют, и они зависят от центра. А снизу важно, вот это движение снизу начать как-то, чтобы люди на местах научились самоорганизовываться, и постепенно лучших людей, как говорится, выявляли, и с поддержкой населения местного потом выходили уже наверх. Это сложный процесс, он очень тяжелый на самом деле, но я думаю, что его можно сделать. Мы пытаемся у себя его запустить, как бы организовать, но надеемся, что в каком-то смысле примером являемся для других регионов. То есть пытаемся, по крайней мере, соответствовать и быть этим примером, чтобы другие тоже действительно смотрели на нас и делали то же самое, и тоже у себя на местах создавали такие вот народные центры взаимопомощи. Так что вот так вот. Спасибо за дополнение. Александр, смотрите, а вот эти совместные акции вы как-то на видео фиксируете? Я к чему клоню, потому что вот под видео, особенно вот последние, которые ваши я выложил на своем канале, там люди вот прям пишут в комментариях, что хватит говорить, хотя бы показывайте, чтобы люди видели, что это не просто слова. Вот так вот. Ведь это действительно у нас сейчас все-таки агитация визуальная гораздо эффективнее получается, чем на слуховое восприятие, да? Сами понимаете, вы не делаете такие вещи? Не фиксируете? Ну, мы, допустим, сейчас есть у меня одно из видео, это вот наша группа Чек, Александр Иванович, который там строил патруль, да, допустим, вот ковидный, который. Мы с ним планируем видео записать в продолжение. Ну, естественно, они разошлись, его отпустили. У нас такое часто бывает, что когда они встречают грамотного человека, в том числе человека с нашей группы, он, вот Александр, один из наиболее грамотных людей в этом опросе, он это все прям снял на видео, записал, сделал. Вот, и так же и других, в основном, отпускают, не заморачиваются, скажут, с ними бодаться себе дороже. Вот, мы хотим сделать еще разбор подробный, на какие законы необходимо опираться людям, когда они в такую ситуацию попадают. Вот, по поводу, допустим, других случаев, у нас свыше, по-моему, 4 заявления за прошедшую неделю написано на предпринимателей, которые отказываются обслуживать без маски. Но это процесс более затяжной, потому что там, скорее всего, полицейские откажут в возбуждении дела, допустим, административного, возможно, может быть, составят протокол, что не знаю. Если откажут, в прокуратуру нужно будет жаловаться, потом выходить нужно будет в суд. Это процесс тоже длительный, но мы будем его, естественно, делать потихонечку. Естественно, будем это освещать тоже у себя там на каналах, что, допустим, вот мы, да, группа так сработала, сделали какие-то заявления, теперь будем добиваться, как говорится, наказания предпринимателей, которые обязывают носить маски. По тем видео, по тем ситуациям, про которые я рассказывал, где там были 9 мая, вот ситуация была там, допустим, потом ситуация у нас там на 9-м километре с Колесниковым Андреем, которого пытались там тоже захватить и задержать, они, видео все у меня были на канале на моем YouTube, да, которые снесли. Вот первый канал сейчас, у меня резервный канал открытый только. Вот, я не знаю, у меня, возможно, они где-то еще есть в архивах, но у меня в последний раз всю технику забрали полицейские прокуратура, ну, вот у меня был 13 октября там обыск в квартире, возбудили уголовное дело за оскорбление прокурорских. За то, что я сказал такую фразу в прямом эфире, что такое впечатление, что там педорасты и педофилы работают, да. Но дело в том, что у нас реально есть случай, у нас человек уже осужден за педофилию, прокурор один, и мы так мониторили с Юричем, у нас за последние несколько лет порядка, по-моему, пяти случаев, когда прокуроры именно пойманы на педофилии. И плюс у нас есть тут ситуация, и один из судей там, арбитражного суда, которого потом как бы отстранили, но тоже там не сел ничего, он тоже там в педофилии был пойман. И таких случаев, к сожалению, много. И, ну, вот за эту фразу меня попытались уголовное дело возбудить, уже четыре месяца тянется это следствие, уже пошел, по-моему, пятый месяц, да. Но у меня всю технику полностью изъяли, я до сих пор не могу ее вернуть, там, телефоны мои, компьютер, там, естественно, архивы мои, там, жесткие диски, вообще полностью все под ноль, флешки все забрали. Поэтому, если мне удастся их вернуть, все-таки они не будут испорчены, то, конечно, какие-то видео из прежних наших подвигов я обязательно выложу, продублирую вновь на канале, на YouTube-канале, посмотрю, может быть, на Telegram-канале что-то осталось. Вот, поэтому мы стараемся все записывать, все выкладывать, все, что делается. Ну, бывают вот такие ситуации, к сожалению, когда полицейские не хотят, видимо, чтобы мы это выкладывали. Более того, хочу сказать, что у меня есть несколько видео с ДПСниками, правда, часть уже из них удалил. То есть вы, может быть, знаете о том, что ДПС фактически у нас, ну, незаконная структура, то есть она нигде не отображена, это даже не брать там тему СССР, то есть, допустим, ГИБДД как таковой структуры нету нигде. То есть если у МВД, допустим, Копчатского края, он у нас в крае, нету ни подразделения, как ГИБДД отдельного, нету отдельно зарегистрированного подразделения. То есть просто непонятно, люди в форме ДПС там ходят, там всех штафуют и прочее. Вот, и есть такие моменты, где я с ними на эту тему говорю. Они меня тормозят, я с ними это все раскидываю, там на видео снимаю. Но потом я им же говорю, ладно, я не буду выкладывать это все в социальные сети. Почему? Потому что я понимаю прекрасно, что есть такие ситуации, когда там пьяный человек за рулем, допустим, едет, да, то есть, ну, какие-то действительно нужно кого-то задержать из действительно негодяев каких-то конкретных. И чтобы не давать им оружие и ключи там против вас, я пока это не буду публиковать. Просто чтобы действительно негодяи реальные были задержаны вами. Вот, но по сути я им объясняю каждый раз и под камеру, что, ребят, вы вообще никто. У вас не существует, вы как бы структура, которая просто собирает бабки, незаконно штрафует, незаконно там останавливает людей, незаконно проверяет документы. Вот, но имейте в виду, что надо как-то что-то тоже с этим делать. Ну, многие ребята, в принципе, неплохие, они как бы кивают головами, молча, как бы, и все понимая, ну, и дальше идут работать. Потому что там платят, они идут работать. Ну, как у нас все, да, там, где платят, идут работать. Вот, поэтому вот так вот, ну, может быть, немножко расширенно ответил, но как бы вот такой ответ получился, большой, пространный. Хорошо. Это, Александр, я должен вопрос такой задать. У вас как со временем? У нас два учреждения хотят вопроса задать. Я думаю, что еще минут 10-15 можно, да, потому что я бы хотел уже минут через 15 закругляться. – Хорошо, хорошо. Я тогда кратенько в дополнение к вам скажу. Ну, вот если, например, как не поднимать тему незаконности вот этого ДПС, ГИБДД, ну, как-то это все равно надо исправлять. – Надо, да, надо. – И если его не поднимать. Вроде все понимают, что необходимо как бы бороться с алкашами за рулем, там подобное, да, с преступниками, вот это, которые грубо нарушают закон. Ну, не сообщать это нигде, если тем более знаете, я не знаю, как. Это не укреп, я просто вопрос задаю. – Я понял, да. Тут же какие вопросы есть, допустим, мы, если вы в курсе, тоже знаете, допустим, все слушающие в чате, что, допустим, в ССП тоже нету подразделений, где господь, так называемые, там, городские отделения судебных приставов. Их нету нигде в Игрюле, в Игрюле тоже. То есть, допустим, мы несколько раз сделали запросы в головное отделение в управление службы федеральных приставов по Камчатке. Оттуда тоже нету толковых ответов. В прокуратуру ребята ходили по ГИБДД, тоже задавали вопросы, там тоже висят. То есть нам, чтобы как бы это дело даже, ну, двигать дальше, мы должны что-то показать еще, ну, какие-то ответы там более-менее. Ну вот, допустим, мне на ряд вопросов у ФССП вообще ничего не прислало. Просто молчат и все в тупую, как бы, да, но можно на них пойти в суд. Но это тоже все время, это колоссальные такие затраты, как бы, временные, чтобы с каждым судиться, с каждой службой, там, заставлять их отвечать на вопросы. Даже ту же самую прокуратуру мы прессуем. Мы их прессуем почему? Потому что они пишут отписки. Мы, конечно, хотим их заставить работать хоть как-то, хоть немножко там писать что-то разумительное в ответах. Они пишут отписки, мы, естественно, говорим, что, ребята, вы там действительно смахиваете на гомосеков, да, скажем так. Потому что так себя не ведут нормальные люди. Ну, не должны вы так работать, вы должны работать нормально. Нормальные вопросы поставлены, должны нормальные ответы давать. Они обижаются. Но это уголовное дело сейчас из-за этого висит на мне. Поэтому вот такая ситуация. И, конечно, обо всем хочется рассказать, но хочется, чтобы еще подпредить это фактами, так, чтобы потом уже не отвертеться. Другой вопрос, что с этим делать дальше. Ну, допустим, люди сейчас понимают, уже многие, что Российской Федерации не существует, например, что это некая структура, управляющая компания и прочее. Хорошо, дальше что с этим делать? Вот вопрос, в чем становится. Они ходят на работу, они получают деньги, все эти ФСПшники, ГИБДшники, полицейские. Они людей прессуют, они гоняются за людьми, эти самые ТМ-шники. Что делать с ними? Вот вопрос, в чем мы. Мы пока висим в этом плане, мы не знаем, что делать. Людей призывать мы не можем никуда пока, ни на баррикады никуда, потому что люди и не готовы, и не пойдут, и боятся. Ищем какие-то варианты действий, но, опять-таки же, чтобы что-то менять, нужно объединиться. Объединиться нужно вот с помощью этих групп, самый оптимальный вариант. Пока к этому пришли. Объединимся, будут большие группы, дальше будем думать, что делать. Ну, да. И смотрю, они в моду уже взяли по принципу ЧВК. Их там нет, да? Их там нет ФССП, их там нет ГИБДД, их там нет ЧВК, Вагнера. Ну, как Винни-Пуха мед, да? Если он есть, то его сразу нет. Вроде есть, а его нет. Более того, сейчас еще в дополнение тоже скажу, ничего страшного, задерживайтесь, на вопрос отвечу. Я пишу еще запросы, допустим, следователь ведет по моему уголовному делу, там, мое дело ведет. Я ему пишу, подтвердите ваши полномочия, на основании чего вообще вы действуете. То есть, кто вы такой вообще, имеете ли вы право там вести уголовное дело. Или полицейский меня вызывает к себе, там, я к ним еду, допустим, на состояние протокола. Я говорю, но пока вы мне не подтвердите ваши полномочия, что вы действительно там имеете право со мной работать. У вас, я говорю, у МВД юридическая структура, юридическое, ну, юридическое лицо, без доверенности имеет право действовать или начальник. У вас есть хотя бы доверенность от начальника, чтобы со мной выступать в взаимоотношениях? Ну, так, понятно, что кому-то это, кто-то говорит, это все фигня, это смешно, кому-то это не смешно. Но я эти вещи делаю, почему? Потому что, ну, есть законы, гражданский кодекс есть, представитель юридица должен быть с доверенностью. Единственный человек без доверенности имеет право там действовать руководителем организации. Но если вы часть, вы МВД Камчатского края, покажите мне доверенность как минимум хотя бы, что вы имеете право со мной за отношения вступать. Тоже они начинают виснуть, пишут всякую хрень там, короче, в ответах. Вот, ну, так вот, немножко их троллим пока, чтобы они немножко тоже поняли, задумались о ситуации в стране, о том, где они работают. Но дальше пока не идем, дальше этого. Такие вот дела. Не даете им загустеть их крови, да? Да, да, да. Бодрите слегка. Бодрим, конечно, постоянно бодрим. Ну, это надо все-таки товарищам нашим дать слово, а то я могу с вами тоже бесконечно разговаривать. Рафаэль, вы руку первой поднимали. Еще раз, Александр, здравствуйте. Я, в принципе, по поводу того, что вы говорили, по поводу удостоверения корреспондента, то есть открыть филиал вашего информационного агентства, вот здесь, как конкретно можно это сделать, потому что у нас есть желание и есть необходимость. Рафаэль, ну, тогда можно телефон мой взять, как бы он, в принципе, есть у Виктора, ну, и он в соцсетях везде есть. В WhatsApp мне написать, что, допустим, я, Рафаэль, оттуда-то, оттуда-то, вот желаем открыть информационные корпункты вашего информационного агентства. Я, соответственно, в WhatsApp отвечу, там, по времени, там, согласую все с Шуманиным, там, что, как сделать, и отвечу, и договоримся. Хорошо, спасибо. Спасибо, Рафаэль, за вопрос. Александру, спасибо за ответ. Александр из Якутска, руку вы подняли. Да, всем добрый день, вечер у кого, ну, думаю, ночью еще никого нету, значит, ну, опыт Камчатки мы давно наблюдаем и пытаемся ввести, что-то вводим, это вообще, конечно, очень хорошее. Ну, у меня вопрос сейчас к Эдуарду, очень коротко. Эдуард, хотелось бы выйти в личку и по экологическому, по-соседски инспектору пообщаться по алгоритму. Идея очень интересная, я ребятам это растолкую, растолкую, и, соответственно, вполне возможно. То, что как горела Якутия в этом году, ну, это было что-то, это был просто хаос. Спасибо, у меня все. Ну, это Эдуард уже ответит там, соответственно, я думаю, выйдете в личку, там с ним пообщаетесь. Да, все решил. Спасибо, спасибо за вопрос, Эдуарду спасибо за ответ. Но если нет ни у кого больше никаких пожеланий или вопросов, наверное, надо тогда уже сказать спасибо Александру за интересный доклад и за его ответы на наши. Ну, пожалуйста, рад был всех видеть, очень приятно общаться, в принципе, с людьми, которые понимают и ситуацию в стране, и то, что нам нужно как-то объединяться. Потому что все об этом говорят, а механизм объединения как такового нет, он не разработан, люди все на самом деле разрознены, каждый тянет одеяло на себя, каждый лидер каждого движения, которое там появляется. И вот, чтобы этого не подсходило, думаю, группы вот такие взаимопомощи, группы выстроили, самый оптимальный все-таки способ. Надеюсь, что он у вас тоже как бы заработает, что вам удастся людей там пособирать. Ну, опять-таки же, можно кидать им ссылки на мои видео, где я рассказываю про эти ГБР-группы, да, чтобы люди смотрели, понимали. И, ну, я думаю, что будут присоединяться, сами будут делать такие подобные структуры. Ну, спасибо еще раз, что пригласили. В принципе, когда есть время, я всегда готов пообщаться, отвечать на вопросы. Отлично, но я могу от себя порекомендовать, подписывайтесь на канал Александра в Ютубе, на крайнем случае, даже и на моем канале, где есть видео, там есть всегда ссылки на его соцсети, всегда найдете, вступайте в группы. Он действительно готов подсказать, поделиться опытом, не отказывать никому в помощи. Ну, Александр, спасибо еще раз за участие в беседе нашей. Всем участникам большое спасибо. Всем добра, всем здоровья, давайте, до скорых встреч. До свидания. До свидания всем. Спасибо большое.